Доброго дня! Все будет Украина! Сегодня хотелось бы поговорить о гуманитарной помощи, о нашем международном сотрудничестве и о вопросах логистики и распределения гуманитарных грузов, а также ответить на все интересующие вас вопросы. Вы знаете, что Одесса на протяжении последних 10 лет активно сотрудничает с большим количеством городов Европы и с большим количеством партнеров по всему миру. И если раньше все это сотрудничество сводилось к вопросам культуры, экономики, то сегодня действительно мы чувствуем плечо наших партнеров в вопросе поддержки горожан, поддержки украинцев в это тяжелое время. Если раньше, скажем так, для многих жителей нашей страны это были действительно важные вопросы, то сегодня это вопросы жизни и смерти. Поэтому мы очень признательны всем нашим международным партнерам. Я хотел бы их перечислить. Это Организация Объединенных Наций и Уполномоченных по правам беженства. Это Международная Организация Красного Креста. Это International Committee for Rescue, международная организация, которая занимается эвакуацией. Это крупнейшая организация, которая насчитывает более 140 городов Европы, Евроситис или Еврогорода. Также Одесса является членом международной организации «Интеркультурные города Европы». Все только что перечисленные организации активно включились в помощь Одессе, Киеву, Харькову, Николаеву. И действительно эта работа ежедневно ведется. И вы знаете, что мы открыли валютные счета в Красном Кресте, в Одесском областном отделении Красного Креста. И ежедневно к нам поступает финансовая помощь от этих организаций. И в том числе от всех неравнодушных на эти счета. И далее город приобретает то необходимое оборудование, техника, продукты питания, которые нам необходимы. Но я хотел бы остановиться, может быть, на каких-то более интересных, конкретных вещах. Например, Одесское областное объединение Красного Креста получило очень щедрое пожертвование крупнейшего телекоммуникационной компании «Самсунг», которая предоставила несколько сотен единиц новой техники. И уже более 120 единиц техники, это и стиральные машины, и холодильники, и микроволновые печи, мы выдали конкретно тем организациям, которые сегодня обеспечивают и безопасность, и жизнедеятельность города. Например, благодаря нашему амбассадору Итальянской Республики, господину Атильо Малиани, мы наладили тесную взаимосвязь с евродепутатами, которые подключили все возможности, в том числе и МЧС Италии, и которые для наших спасателей сегодня отправляют конкретную техническую помощь, специальное оборудование, которое необходимо для бригад спасателей. Также я хотел бы сказать, что со всеми нашими городами-побратимами, вы знаете, что практически каждую неделю от наших городов-побратимов к нам приходит гуманитарная помощь. Это и Франция, и Польша, и Австрия, и Швеция, и Дания, и Греция, и Грузия, и Соединенные Штаты Америки. Например, выходцы, бывшие одесситы, сегодня организовали постоянное приобретение автомобилей, пикапов, и их переоборудуют сегодня для целей территориальной обороны города. Что еще хотелось бы отметить, что куда эта вся гуманитарная помощь складируется, как она накапливается, как она распределяется. Помимо того, что в регионе создан областной гуманитарный штаб, в городе созданы свои пять гуманитарных штабов. Есть один центральный и четыре районных гуманитарных штаба. На них ведется строгий учет, и распределяется оттуда все необходимое, исходя исключительно из решения либо военной администрации, либо мэра города Одессы. На сегодняшний день мы формируем стратегический запас города, согласно распоряжению, которое мы должны сформировать в случае, не дай бог, блокады города, либо каких-то непредвиденных обстоятельств. Мы должны сформировать его на месяц. Из чего он состоит? Он состоит из гуманитарной помощи на семью, включая в себя основные продукты питания, которые могут понадобиться семье из трех человек. Оно сортируется и накапливается. Как вы понимаете, население города Одессы довольно-таки большое, несмотря на то, что по некоторым данным более 200 тысяч человек выехало из Одессы, большое количество горожан остаются в городе, и в случае экстренной ситуации действительно должен быть сформирован такой стратегический запас. Этим мы и занимаемся. На сегодняшний день те продукты, которые входят в так называемую продуктовую корзину, приобрести их всех на территории Украины не представляется возможным. В связи с этим, благодаря нашим партнерам и также Одесситам, которые сегодня находятся в Румынии, в Болгарии и в Словакии, мы создали логистические склады, на которых мы со всех заводов формируем. В основном это консервные запасы, это консервы мясные и рыбные. И в этом сегодня есть довольно-таки большая потребность. Я хочу отдельно сказать, что помимо того, что нам помогает весь мир, одесский бизнес, особенно крупный бизнес, очень активно включился в поддержку всего, что сегодня происходит. Начну я со строительных компаний, которые действительно практически все строительные компании одесские помогают терробороне, в укреплении города и во всем, что может понадобиться. Но и в том числе и Одесский бизнес-клуб, это объединение из крупнейших 70 одесских компаний, сегодня осуществляет помощь, в том числе Красному Кресту, и финансовую помощь, и армии. В чем именно заключается эта помощь? Например, буквально сегодня господин Шаргородский Александр Романович предоставил более 20 тысяч банок консервной помощи. Дмитрий Козавчинский вместе с Одесским бизнес-клубом полностью финансируют эвакуационные маршруты, которые из нашего города едут в Паланку. Там организованы специальные палатки, там созданы все условия, где работают волонтеры, обеспечены все удобства, в том числе для женщин с детьми, и налажена определенная логистика и определенный комфорт для всех, кто принял решение об эвакуации. На сегодняшний день также я хотел бы сообщить, что налажена тесная взаимосвязь со всеми, в том числе и волонтерскими организациями. У нас есть порядка пяти крупных волонтерских центров и гуманитарных центров, а есть буквально уже в сотнях количество организаций, которые занимаются волонтерством и помогают всем нуждающимся. К сожалению, иногда происходит определенная несостыковка в связи с тем, что количество этих организаций каждый день становится все больше и больше, и это очень радует на самом деле, потому что радует не то, что есть несостыковка, а в том, что такое большое количество людей, волонтеров сегодня работает на благо нашего города, на благо одесситов, украинцев, и действительно гордость берет за то, что сегодня каждый человек делает все возможное для поддержания спокойствия и благополучия нашего города. Мы создали координационный такой совет, он состоит из 60 организаций на сегодняшний день, которые в общем чате, в общей группе мы координируем деятельность по тем или иным потребностям. Но в первую очередь, если вершину говорить этой пирамидой, это, конечно же, наши городские муниципальные службы. Это наше управление социальной защитой населения и департамент образования. На сегодняшний день департамент образования обеспечивает ежедневно питание более 4,5 тысяч человек, и это все средства городского бюджета. Решением исполнительного комитета выделены довольно-таки большие суммы, и сегодня и терраборона, и целый ряд государственных подразделений полностью поддерживаются благодаря нашему департаменту образования. Что касается нашего управления социальной защитой, то ежедневно 2 тысячи человек получают горячее питание, а более 5 тысяч человек постоянно получают материальную помощь от 2 до 4,5 тысяч гривен. Также хотелось бы сказать, что все, кому адресно необходима помощь, также могут обращаться в наши территориальные центры управления социальной защитой и получать адресно продуктовые наборы и пайки. Естественно, мы все понимаем, что в такое тяжелое время, когда сегодня не работают предприятия и так далее, наплыв и необходимость в обеспечении становится с каждым днем все больше и больше. Мы это понимаем, и мы слышали и обращения и руководства страны, и руководства нашей военной администрации, и мы призываем к малому бизнесу постепенно действительно возобновлять работу, и мы должны делать все возможное, чтобы экономика города и дальше работала, и система государственного управления экономики также работала. Мы уверены, что все будет хорошо, все будет Украина. Благодарю.